Теперь, дорогие друзья, мы переходим к другому вопросу, который нам предстоит разобрать с Божьей помощью. Это вопрос об историчности Евангелия. Апостол Иоанн в первом послании начинает это послание, можно сказать, такими словами. О том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О том свидетельствуем. Никто из смертных не имеет и малейшего основания заподозреть Евангелие в его вымышленности. Нет основания для этого. Никто не может сказать, что оно продукт человеческой фантазии или воображения, сборник сказок, не соответствующих действительности. Друзья мои, Евангелие – книга историческая. Оно не только содержит в себе целый ряд событий и фактов, строго проверенных, абсолютно точных, но само по себе имеет место и время своего возникновения, свою тесную, можно сказать, коренную связь с историческими личностями, событиями его породившими. Эту весьма важную, характерную особенность Евангелие следует отнести ко всему Священному Писанию. И к Ветхому Завету, и к Новому, ко всей Библии. Писатели Библии не имели намерения сделать Библию учебником всемирной истории, конечно, так как главная задача или главная тема – это раскрытие человечеству бовественного плана спасения. Но, тем не менее, там, где Библия упоминает об исторических событиях, о географических местах, там она поразительно правдива и авторитетна. Историчность Евангелия и всей Библии свидетельствует о премудрости и предведении Божьим. Критики Библии желали бы отнести ее к разряду общей еврейской религиозной литературы, и так неверующие делают. И, конечно, желают ее развенчать, лишить ее звания священной книги, звания Божественного Откровения. Но историчность Библии лишает критиков этого права. Историчность Библии отличает ее от всех других книг мира, претендующих на звание Божественного Откровения. Всем отлично известно, что ни в Коране, ни в индусских ведах, ни в священных, так называемых, священных книгах Египта нет и намека на какую-то историчность. Библия всегда была частью всемирной истории. Она как бы создавала эту историю. Со дня существования человеческой расы до наших дней появилось около 27 видных цивилизаций на Земле. Появилось и исчезло, не оставив после себя заметного следа. А вот еврейская культура и вера в живого Бога уцелели до нашего времени. И уцелели только потому, что имели в своей основе вечные законы Творца. А эти законы заключены в Библии. На протяжении многих тысячелетий множество различных уже учений озарили Землю своим полупогавшим светом. Это, так сказать, угасающие метеоры. И тут же они озаряли и гасли, и уходили в небытие. Тогда как Библия, Слово Божие, как излучение подлинного, немеркнущего в веках Божьего Света, пребывает и пребудет вовек. Для духовно прозревшей души. Библия — это манна небесная. Как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его истощалась. Так жахтующему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жахтет. Так бывает и с людьми, которые не пользуются хлебом живым. Источником воды живой, Словом Божьим, Библией должны пользоваться все люди. Все люди насыщаться, можно сказать, от тука Дома Господнего, от Слова Господнего, от потока Его сладостей. Так говорит псалмопевец, ибо у тебя источник жизни во свете твоем, в твоей Слове твоем. Мы видим свет. В Библии страница за страницей излагается то, что было от начала, и раскрывается так, как в процессе своего развития мир был храним Богом, и из века в век управлялся его законами морали. Человек по своей греховной природе предрасполован к быстрой деградации и к вырождению, к потере нравственного чувства, можно сказать, к умственному расслаблению, или как лучше еще сказать, к отечанию, к преждевременной смерти, можно сказать. Человек не любит Бога, убегает от лица Господня, закрывает глаза свои от света небесного и прячется от него в мрачных пещерах неверия. Как духовно мертвый и неразвитый человек не способен кушать твердой пищи и не привык иметь дело с богословскими доктральными тезисами или духовными истинами, которые преподносят ему абстрактной, отличенной форме. Поэтому Бог, знающий человека, применяет к нему свой божественный метод преподавания своих истин. На страницах Библии Бог наглядно показывает человеку, как на протяжении многих веков истории человечества верующие люди переживали их личную близость к неведомому Богу, и как Бог, управляющий жизнью, приводил их к духовному просветлению, к возрождению, к счастью. Бог так сделал, что Библия оказалась, можно сказать, водканной в историю человечества. И чтобы история человечества отражалась в Библии, Бог отметил в нее особые исторические факты. В силу этого человек может убежать от религии, может убежать от церкви, но он не может убежать от библейской истории, потому что она окружает его со всех сторон. Если такой беглец захочет, например, разрешить для себя проблему возникновения Вселенной и всего того, что наполняет ее, Библия тут как тут, встретит его у этих исторических истоков. Если беглец, допустим, пожелает друг узнать о том, как, откуда, когда он сам появился на свет Божий, и здесь Библия поспешит к нему со своим неугасимым историческим огнем. Потом, если беглец возьмет крылья зари и переселится на Ближний Восток, в Египет, на равнины Халдеи, на Ханан, в Аравию, и тут Библия укажет ему на каждый город, на каждую реку, на гору, с выгравированными на них именами и упоминаемыми Библией, Если беглец подойдет к величественным памятникам древности, к пирамидам древнего Египта и к обелискам Ниневии, извлеченным на поверхность после их двухтысячелетнего пребывания в земле, то и от них он узнает о том, что жили когда-то Рапсак, Тиргак, Шишак, Нехао, другие лица, упоминаемые в Библии. Если беглец посетит музеи культурных стран, то среди экспонатов древности он встретит также монеты времен Ирода Великого, Иродантип и других царей, управителей, упоминаемых в Библии. Но следует ли нам, друзьям, и убегать от Библии? Для чего это нужно? Не лучше ли будет познакомиться с нею, присмотреться к ней, почитать ее? И вы ее полюбите. В одном сравнительно небольшом томе Библии мы имеем священную историю, охватывающую по крайней мере четыре тысячи лет. Здесь мы встретим высокие примеры любви к Богу, благоговение перед Ним, поклонение, повиновение Ему, Богу. Здесь есть замечательная галерея как с портретами беззаконников, нечестивцев, так и с изображениями людей, воистину Божьих людей, святых людей. Здесь мудрые изречения и притчи, священные драмы, мистерии и размышления о человеке, о суетности его земной жизни. Здесь мы найдем множество пророчеств об отдельных лицах, о целых народах, о городах, которых еще тогда и не было, но которые должны были появиться в рядущих веках человеческой истории. И они появились и ушли. Книга-то заслуживает того, чтобы стать настольной книгой в вашем доме, чтобы она была неотъемлемой, неразлучной, спутницей, руководительницей в каждой семье, здравомыслящей, разумной семье. Три пятых части новозаветных писаний. Это исторические книги. Три пятых. Они заключают в себе четыре биографических очерка Господа, нашего Иисуса Христа. Но краткая, очень краткая, исчерпывающая история апостольской церкви, отмечена особо в деяниях апостолов, о возникновении, развитии христианства. Мы имеем соборное послание или письма нескольких апостолов с обширным перечнем христианских доктрин, обязанностей христиан и разностороннего духовного опыта. Это богатый арсенал духовного оружия и, можно сказать, духовного воинского снаряжения. Это единственная во всем мире духовная лаборатория совершеннейших духовных лекарств. От всех духовных недугов. С множеством неиссякаемых запасов целительного бальзама для наших ран, сердечных ран. Евангелие, да всё Писание, это больше, чем поразительное по своему исключительному содержанию книга. Это история, друзья мои, что очень важно знать, и хочу это особо подчеркнуть. Это история нашего искупления и нашего спасения. Она начинается кратким описанием создания Вселенной и создания человека, но тут же открывает нам трагедию грехопадения наших прародителей и возвещает, возвещает о грядущем Мессии Искупителе, который должен был явиться, чтобы сокрушить главу змея, возродить человека к новой святой жизни и даровать ему свободный доступ к Отцу Небесному, к Творцу, к Богу. Дальнейшее содержание Библии посвящается описанию исторической подготовки рода человеческого к принятию грядущего Спасителя и достижению Богом намеченных целей. Она открывает тот постепенный рост беззакония в мире, те заблуждения, неверия, суеверия, идолопоклонства, которые были прямым следствием грехопадения. Наряду с этим мы наблюдаем, как истина и святость возгревались Богом в отдельных людях, в группах людей, во все века неведения, духовного мрака, вплоть до момента, когда она в беспросветном мировом горизонте взафло, наконец, солнца правды, Христос, солнца правды и исцеления в лучах Его, как говорит Писание. Пока весь благодатного спасения по вере не провозглашена была во всех народах, до края земли, до предела Вселенной. Друзья мои, после этого приходится удивляться тому контрасту, какой наблюдается нами между обилием исторического материала, которым располагает Библия, и той, можно сказать, конденсивностью, какая здесь применена. Сконденсирован этот материал. Подумайте, подумайте только, что всего несколько глав Библии заняты описанием истории от Адама до Авраама. Она исчисляет приблизительно 2000 лет. История Израиля от смерти Иакова до выхода израильтян из Египта занимает 200 лет. И это всё заключено в три главы. 200 лет в три главы. Евангелие и всё Писание – это история исполнившихся Бовых обетований, предсказаний, пророчеств. Кто-то правильно сказал. Всемирная история – это исполнившееся пророчество Библии. За несколько сот лет вперёд Бог предсказывал через пророков события, которые должны были совершиться, и они совершились. Всемирная история говорит только о событиях прошлого, тогда как Библия говорит с одинаковым авторитетом и о событиях, имевших место на заре истории человечества, и о событиях, которые произойдут при завершении этой истории, то есть о будущих событиях. Священное Писание – это история исполнившихся и всё ещё исполняющихся мессианских пророчеств. Пророчеств, которые относятся к первому и второму пришествию Христа. Христианство стоит или падает в зависимости от факта подлинности или вымышленности этих пророчеств и их исполнения. Рационалисты, атеисты, безбовники, другие вольнодумцы, отрицающие самую возможность чудес сверхъестественных явлений, конечно, отрицают и возможность пророчества. Они отрицают возможность предсказаний будущего. Но, как мы уже неоднократно говорили, такое их отрицание, при наличии такого множества очевидных исполнений и пророчеств, это отрицание становится просто-напросто беспочвенным, абсурдным. Поэтому давайте, друзья, ставим всех этих отрицателей в стороне. В свое время были такие ученые, которые отрицали чудо вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Но от такого их отрицания или неверия Земля не перестала вращаться. Если бы безбовники были способны не только поверхностно прочитать Библию, но проникнуть в духовный смысл читаемого, они легко могли бы обнаружить более 20 пророчеств о грядущем Мессии в книгах от Бытия до Малахии, пророка Малахии. Более 20 пророчеств. У пророка Исаии несколько пророчеств, у пророка Иеремии, у Эзекиири, у Даниила много пророчеств, немало пророчеств у Иосии, у Ииля, Аммоса, Ионы, Михея, Агея, Захарии, Малахии. Детальная выписка всех этих пророчеств заняла бы очень много места в нашей программе, но исполнение этих пророчеств и цитирование их навсегда запечатлевано в страницах Нового Завета. Предсказание и исполнение предсказанного – вот тот верный способ, которым Бог пользуется для того, чтобы убедить людей в подлинности Его божественного откровения. Ибо кто иной, кроме Творца Вселенной, кроме Бога Вечности, способен был бы знать все, помнить далекое профлое, проникать в далекое будущее? Сам Господь спрашивает, кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это. Не я ли Господь? Я, Господь, изрекающий правду, открывающий истину, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось, так говорит Писание, ибо Писание не может быть нарушено, так читаем Писание. Вот почему Божьи предсказания в Библии и исполнение их в процессе истории человечества является одним из множества доказательств богодухновенности священного Писания. Евангелие и все Писание – это история прогрессивного раскрытия самого Создателя, своему падщему созданию, человеку. До грехопадения человек видел невидимого и общался с ним, видел Бога. Бог беседовал с Адамом в прохладе дня, как говорит первая книга Библии. Но грех пошел в мир, общение Творца с Творением было нарушено, прежнее блаженное ощущение близости Бога и человеком было утрачено. С тех пор невидимый Бог открывался разным людям в разные времена, в разных местах, открывался по-разному. Аурааму Бог открылся в Харане по смерти отца его, Фары. Позже Бог говорил с ним в ночных видениях, приходил к ним увидеть трех странников. Иакову Бог явился во сне на поле, Моисею в терновом кусте, Гедеону, когда тот молотил пшеницу, Самуилу на ложе, Давиду у стадовец, апостолам, когда те вымывали сети или занимались разными делами. Каждая такая встреча, каждая такая беседа человека с Богом способствовала все более и более глубокому познанию Божьей воли, Божьего характера, Божьего плана спасения. Это, можно сказать, прогрессивное Богооткрытие нашло свое кульминационное выражение Бога в воплощении Единородного Сына Божия, в воплощении Иисуса Христа. Конечно, Бог желал бы открыть человеку все сразу, но падший человек, я подчеркиваю, падший человек грех, не способен был принять и постигнуть открываемое Богом. Сам Христос встретил это затруднение со своими учениками и сказал им, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете уместить». Человечество должно было возрастать, достигать своего совершеннолетия, полноты времени. Нельзя было преподавать восьмилетнему школьнику высшую математику. Христос – последнее окончательное откровение Бога. Все, что предшествовало Бога в воплощению, было только школой, только путеводителем ко Христу. Только подготовкой к принятию явленного миру спасителя грешников, спасителя всех человеков, как подчеркивает Писание. Веткий завет говорит об ответственности человека за нарушение воли Божьей. Новый завет говорит, что эта вина согрешившего, искуплена Христом и может быть покрыта, может быть прощена, может быть изглавлена. Если мы уверуем в Христа, если мы примем с благодарностью манифест Бога Его помилования, начнем вести новую жизнь по Духу Христову. Возможность такой именно перемены сердца и жизни – это факт, не требующий доказательства. Возможность возрождения свыше счастливой жизни во Христе запечатлен в минувших веках истории христианства, запечатлен духовным опытом бесчестного множества. Искупленный Дух, им нет числа. Радостно здесь отметить и тот очень очевидный факт, что возможность уверования во Христа, как своего личного спасителя, это все еще возможно сегодня. Каждый радующий Душа может это пережить, и вы в том числе, друг радиослушатель. Поэтому до тех пор, пока будет протекать ход человеческой истории, будет также продолжать свою историческую роль, свое спасительное действие – Писание и Евангелие Христово. Ну и теперь хочется вспомнить еще о том, что все летописи и накопившиеся знания по истории всех эпох исчезнут, потому что по Слову Божию земля и все дела на ней сгорят, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Так мы читаем в 40-й главе пророка Исаии. Ну а теперь осталось сказать несколько слов кратенько о своевременности Евангелия. Апостол Павел в послании Галатам, 4-й главе, такие слова записал. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Знакомясь с Евангелием, люди часто задают вопросы. Почему Бог не искупил вину человечества еще в Эдеме? Или, ну, скажем, до Всемирного потопа? Почему человечеству нужно было пройти сквозь мрак веков в ожидании грядущего искупителя грешников, примирителя народов? Почему понадобилась суровая школа жизни, вот весь этот полуварварский быт давних времен и постепенный, очень медленный переход из тьмы язычества к свету бездозаветных патриархов, судей, царей, пророков, апостолов? Друзья мои, на эти вопросы апостол Павел отвечает вот в этом приведенном выше стихе Священного Писания. Когда пришла полнота времени, тогда Бог послал Сына Своего Единородного. Христос явился в мир, когда пришла полнота времени, когда человечество достигло своей моральной зрелости, своего, как можно выразиться, совершеннолетия. Падшее человечество было неспособно принять Божье искупление в тогдашних условиях. Сам Бог не мог верить человечеству проповеди Евангелия. Он должен был прежде воспитать и подготовить человечество к принятию Спасителя. Вот почему всякий более ранний исторический период оказался бы несовершенным. Возьмем, например, допотопную эпоху. В то время человечество незнакомо было еще с письменностью. Как могли они передать грядущим поколениям весть о достоверном благодатном пути спасения? До синайского законодательства человечество при всей своей малочисленности душ и воззрений, и устремлений, и переживаний оно было дезорганизовано. Нужно было избрать человека и произвести от него избранный народ. Потребовалась целая эпоха судей, царей, пророков, чтобы дисциплинировать народ и привести его к формированию национального самосознания, к формированию государственности. И далее употребление четырех великих монархий – Вавилонской, Медийской, Персидской и Греческой. Их жевалось суеверие или ловная вера в спасение собственными усилиями. Меркли религиозные представления язычества, варварства, идолопоклонства. Но и в эту эпоху Христос не мог прийти, так как долгие века кипели бесконечные войны, потрясали мир постоянный, предвижение народов. Люди были всецело поглощены этими ужасными событиями. И если бы Спаситель явился в то время, никто не обратил бы даже внимания должного на его приход. Человечество созрело, достигло своего совершеннолетия, и полнота времени определилась только при расцвете Римской империи в царствовании Цезаря Августа. То было время, когда империя достигла зенита своей мощи, мировой славы и объединения всех народов. Взгляните только на тогдашнюю географическую карту. Палестина, Испания, Северная Африка, Южная Германия – все они так или иначе были достоянием Рима. После долгих междоусобиц, после войн, можно было сказать, наконец, что на земле мир. Не было границ для апостольской проповеди Евангелия. Апостолы могли обойти весь тогдашний мир, не выходя за границы империи. То было время торжества греческого языка. Им пользовались народы в самой империи, многие народы за ее рубежами. При завоевании мира Александром Македонским греческий язык проник во все эти области и там удерживался. Новым завоевателям, римлянам, ничего не оставалось, как примириться с этим фактом. Греческий язык, совершеннейший из всех совершенных языков мира, был вновь вызван к жизни, как бы специально для того, чтобы срок исполнения полноты времени на нем были написаны Евангелия. Были написаны Деяния апостола, апостольские послания, другие книги Нового Завета были написаны на греческом языке. И, друзья мои, ведь сам Христос пользовался этим языком, наряду с языком арамейским, который был одним из семитских диалектов. Он употреблялся населением Палестины, разговаривал народно Палестины на этом языке во времена Христа. Понтий Пилат, имеющий власть, отпустить и не подозревал о том, что вся Римская империя была упрочена для того, кого он отдал на распятие. Гордые афиняне насмехались над Благой Вестью, которую принес им апостол Павел. Они не думали и не подозревали, что вся греческая цивилизация была предназначена Богом для широкого оповещения о своей Благой Вести. Бог так сделал. То было время, предсказанное ветхозаветными пророками. По пророчествам Мессия долгом был прийти до упразднения еврейской государственности. Так мы читаем. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Так читаем в 49 главе первой книги Библии «Бытие». Мессия долгом был прийти также до разрушения второго Иерусалимского храма. Первый храм, построенный Соломоном, был разрушен вавилоньянами. Второй, построенный после возвращения евреев из плена вавилонского, был разрушен Титом при Веспасиане в 70-х годах после Рождества Христова. Когда второй храм был воздвигнут, пророк Аггей изрек следующее о нем пророчество «И придет желаемый всеми народами и наполню дом всей славою», говорит Господь. «Славы сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте семь я дам мир», говорит Господь Саваоф. Вторая глава, стихи 6 по 9, пророк Агей. «Пророк Малахия также пророчествовал такими словами «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете». Третья глава, стих 1. Пророк Даниил так предсказывает разрушение второго храма. Послушайте. «По истечении 67 предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». 9 глава. Все эти пророчества относятся к первому пришествию Христа, к утрате израильтянами своей государственности, рассеянию по всем странам, к разрушению второго храма. И, друзья мои, как вы видите, как вы сами знаете, все они исполнились буквально. То было время, когда не только израильский народ ожидал Мессию, но когда в общественных настроениях язычников, в настроениях каждой человеческой души была жажда какой-нибудь перемены. Перемены к лучшему. Приход Мессии совпал с крушением языческих и мифологических верований, когда отжившая свой век суеверия утратила свое влияние, свою власть над народами. Философские теории, политические системы, религиозные верования были взвешены на весах и найдены весьма легкими, как читаем в Писании. Самим людям оказалось не по силам переменить греховную природу человека. Нравственная деградация и испорченных с нравов зверства родовладельцев, деспотизм правителей доводили людей до отчаяния, до самоубийства. Апостол Павел весьма ярко рисует нравы тогдашнего времени в своих посланиях. Достаточно просесть только первую главу его послания к римлянам, первая глава послания апостола Павла к римлянам, чтобы получить должное представление о той степени растления людей той эпохи, в какой люди находились. То было время, когда пророчества Библии о грядущем избавителе были достоянием многих и многих язычников. Вместе с евреями многие язычники веровали в пророчество, многие видали спасителя. Его пришествие связывалось с наступлением тысячелетнего царства, со всеми его благами. Интересно, что поэт Виргилий посвящает поэму грядущему золотому веку. Историк Святоний говорит о грядущем царе иудейском, власть которого будет простерта над всем миром. Тацит упоминает о древних книгах, которые повествуют о скором явлении Освободителя с Востока. Друзья мои, воистину Христос воплотился, когда пришла полнота времени в самый критический и в самый подходящий для всего человечества момент. Подходящий период всемирной истории. Так что Бог ничего не делает наспех. Никогда ни с чем не опаздывает Бог. Господь говорит так, Иеремия, первая глава, «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось». «Когда пришла полнота времени», так апостол пишет Павел, «Когда пришла полнота времени, Христос пришел на землю с полнотой своего благодатного спасения. Он открыл нам, грешникам, своего небесного Отца и назвал Его нашим Отцом, сущим на небесах. Отче нам, сущий на небесах. Он, Христос, дал нам новое понятие обовественной сущности. Он показал нам путь к спасению, сам стал этим путем спасения, путем примирения, любви, уподобления Богу. Он открыл истинный смысл и назначение земной жизни человека и вечной его участи. Он стал сыном человеческим, чтобы своей вертвенной голговской кровью приобрести для нас право называться и быть детьми богами, сынами Отца Небесного. С тех пор и до наших дней не было такого поколения, человечества не было такой эпохи, для которых Евангелие с его радостной вестью благодатного спасения Христова не было бы своевременным. И сегодня, как и две тысячи лет тому назад, Бог говорит «покайтесь и веруйте в Евангелие». И сейчас еще мы можем повторить слова апостола «Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Евангелие своевременное не только для нашего атомного века. Друзья мои, Евангелие своевременно для каждого человека, для каждого радиослушателя сегодня, в наше время, в эту минуту. Друг радиослушатель, если вы не покаялись до сих пор, не обратились ко Христу за спасением. Поверение Господне покайтесь относится к вам сегодня. Писание говорит «веруйте в Господа Иисуса Христа, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Писание говорит «покайтесь и сотворите достойный плод покаяния». Друг радиослушатель да поможет Господь сделать вам этот великий серьезный шаг, открывающий человеку доступ в вечное Царство Христа. Иисус